На фоне сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией, россиян все чаще атакуют ложными сообщениями. На этой неделе жителям разных регионов страны в мессенджере WhatsApp разослали сообщения с предупреждением закрыть окна. Якобы, ночь над городом будут что-то распылять. По традиции фейковых новостей, ни даты, ни названия города в сообщении не было. Вечером 17 марта было получено сообщение в WhatsApp от коллеги с другого вуза, что закройте окна с 11 до 5 утра, притом пометка была еще срочно сделать это, будут распылять что-то, что непонятно, и инфа получена из управы. И вот эти сообщения, они были пересланы много кому, я знаю, что другим коллегам тоже это присылалось. И я даже полезла смотреть и пыталась понять, что же все-таки за новость, что будут распылять. Было понятно уже сразу, что это фейк, но интерес остался. Еще один фейк, который активно распространяет в WhatsApp, предупреждение о том, что по квартирам якобы ходят люди в костюмах химзащиты и говорят, что проводят дезинфекцию подъездов. В сообщении также не указан город. Информация ложная. Сильнее всего на жизни россиян сказалось сложное сообщение о нехватке продуктов и скором введении комендантского часа в городах. В последнюю неделю из продуктовых магазинов буквально сметали продукты, которые хранятся долго. Особенно досталось крупам и сахару. При этом власти, как областные, так и федеральные, не раз уверяли граждан, что дефицита продуктов нет, все есть на складах. На днях предпринимателям разрешили привозить товары круглосуточно. Психологи отмечают, люди таким образом реагируют на ситуацию неясности, пытаются обезопасить себя. Мы сейчас находимся в ситуации, где очень многие вещи неясны, нечеткой, конкретной информации. И скупая, забирая товары, которые там нужны и нужны, люди хоть как-то восстанавливают себе порядок вещей и порядок жизни. Активно говорят и о возможном закрытии столицы на полный карантин. Информация проходила и в социальных сетях, и в ряде СМИ. Оперштаб по коронавирусу, информацию о проверках. Нестабильным эмоциональным состоянием граждан пользуются мошенники. На электронную почту рассылают сообщения якобы от Всемирной организации здравоохранения. А в подъездах Московской области появляются вот такие объявления. Областной оперштаб уже предупредил, что это тоже фейк. В сложившейся ситуации самое главное не терять здравый смысл и не поддаваться панике. Во-первых, здравый смысл бы у нас не отменили. И очень важно создать для себя, для своей семьи элементарную безопасность. Соблюдать все необходимые требования этой безопасности, гигиенические в первую очередь. И неважно, простой это грипп, коронавирус, какая-то инфекция. Эти вещи общечеловеческие, общепонятные и доступные. И, конечно же, создавать для себя как можно больше позитива. Запомните, если вы получили сообщение с каким-то предупреждением, будь то дезинфекция, измерение температуры или ввод военной техники, в первую очередь обратите внимание на то, указаны ли в тексте города дата. И обязательно проверьте сообщение в интернете, прежде чем рассылать его дальше. Скорее всего, информация в сообщении ложная. К слову, Роскомнадзор уже заявил об ожесточении проверок сообщений о коронавирусе на всех доступных ресурсах, в том числе и в социальных сетях. А за распространение заведомо ложной информации гражданам грозит штраф. В зависимости от тяжести преступления сумма может доходить до 100 тысяч рублей. Берегите себя и не поддавайтесь панике. Продолжение следует...